Добрый день, дорогие коллеги! Рада всех видеть, рада всех приветствовать. Ну, это правильно, что мы начинаем с таких самых ранних стадий меланомы, но, к сожалению, я должна сказать, что я не могу, вернее, не могу сказать, что какие-то именно эти пациенты в полной мере сегодня получают все те преимущества, которые имеют пациенты с метастатической меланомой или пациенты с метастазами в региональных лимфоузлах. Но, тем не менее, все-таки определенные новые данные у нас есть. И первое, о чем мне хотелось бы напомнить, о том, что мы сегодня используем уже следующий, восьмой пересмотр системы стадирования меланомы кожей. И это в полной мере применимо и к локальной меланоме. Ну, во-первых, что мы видим? Мы видим, что претерпели изменения некоторые пограничные значения толщины первичной опухоли. И у нас сейчас есть подразделения не только на больше 1 мм, больше 2, больше 4, но и есть подразделения внутри самых тонких меланом, а именно больше 0,8 мм или 0,8,1 мм. Ушли сотые из определений толщины опухоли, поскольку практически они не используются на практике. И по-прежнему, кроме толщины опухоли, одним из основных критериев для определения прогноза и стадии заболевания является, безусловно, ее изъязвление. Наиболее такой стандартный сегодня алгоритм диагностики и лечения локальных меланом – это такой двухэтапный подход, который заключается в том, что на первом этапе мы производим экстезионную биопсию образования. Для чего это нам нужно? Для того, чтобы четко быть в диагнозе уверенным, поскольку сейчас все больше и больше все-таки у нас появляется тонких меланом, где ни клиническая картина, ни даже использование дополнительных диагностических методик не могут нам с четкостью поставить диагноз меланомы. В ходе этой процедуры мы также получаем толщину опухоли, что дальше служит основанием для определения границ хирургического отступа. Рейс сечения после операционного рубца проводится при необходимости, в зависимости от толщины первичной опухоли. И что самое важное, подтверждение диагноза и определение толщины первичной опухоли дает нам основание рекомендовать или не рекомендовать пациентам проведение биопсии сторожевого лимфоузла. Вот это то изменение, которое вынесено сегодня в качестве обязательной опции для адекватного стадирования первичной меланомы. Всем пациентам, начиная с 0,8 мм, необходимо рекомендовать проведение этой диагностической процедуры. Что ввело вот это обязательное выполнение биопсии сторожевого лимфоузла? Мы можем видеть, что по сравнению с предыдущей системой стадирования, а именно седьмой, мы увидели, что для одной и той же стадии меланомы есть увеличение, улучшение результатов лечения за счет того, что из этой стадии были удалены, скрыты носители микрометастазов региональных лимфоузла. Тем не менее, если мы посмотрим на прогноз пациентов, уже начиная с 1-2 мм, мы увидим, что все равно примерно 20-25% пациентов, казалось бы, с хирургически излеченной первичной меланомой и не имеющий метастазов в лимфоузлах, все-таки в течение 10 лет умирает от прогрессирования заболевания. Поэтому на сегодняшний день, конечно, понятно, что пациенты с такой, ну, скажем, промежуточной толщиной опухоли, пациенты с инвазивной меланомой все-таки имеют достаточно высокий риск прогрессирования, причем он, в общем, может быть даже сравним с метастатической, третьей стадией заболевания. И, конечно, такие пациенты, ну, должны получать дополнительное профилактическое лечилие, цель которого – это снизить риск прогрессирования и, в идеале, вообще, так сказать, не дать локальной меланоме перейти в свою метастатическую стадию. Потому что, говорим ли мы о микрометастазах в регионарных лимфоузлах, отдаленных метастазах, это уже следующий этап распространенной болезни. А вот возможность остановить болезнь именно на этапе локальной опухоли является очень такой важной для нас сегодня задачей. Ну и мы, конечно, от адювантной терапии, естественно, хотим, может быть, не столько и не столько снизить риск локального рецидива, но самое главное – это снизить риск регионарных метастазов, снизить риск развития отдаленных метастазов, увеличить общую выживаемость и при этом не ухудшить качество жизни пациентов. К сожалению, опции для адювантной терапии второй стадии пока не получили какого-то изменения. У нас есть возможность наблюдать за пациентами, у нас есть возможность периодически, не всегда, но включать пациентов в клинические исследования. И единственная сегодня лечебной опцией, если не говорить о клинических исследованиях, является все еще интерферон. Да, мы знаем, в общем-то, всю критику, которая в течение, ну, практически всех 20 лет использования интерферона звучала в его адрес. Очень небольшой прирост и без рецидивной выживаемости, и общей выживаемости. По данным вот этого анализа, очень крупного, с большим количеством включенных пациентов, вроде бы мы имеем статистически значимое увеличение этих показателей, но, конечно, клиническая значимость, прирост 3%, никого удовлетворять не может. И очень долго мне удавалось понять все-таки, а кто же из пациентов выигрывает. Выигрывают ли пациенты с ранними стадиями или пациенты с региональными метастазами? Надо ли им длительное лечение? Надо ли им высокие дозы? Вот дебаты шли, исследования проходили, а ясности не было. Но вообще, на самом деле, интерферон, все-таки мы понимаем, что это активный препарат. И в отличие даже от сегодняшних опций, а именно иммуно-онкологических препаратов, эффект интерферона более разноплановый. У него есть непосредственная противоопухолевая активность, он влияет на разные этапы иммунного ответа, у него есть антиангиогенный эффект. То есть, казалось бы, в общем-то, все предпосылки для того, чтобы интерферон работал именно как препарат для адювантной терапии, они все имелись. И первые ранние исследования действительно говорили о том, что у пациентов с локальными меланомами, с толщиной, ну, разные включались пациенты, толщина и полтора миллиметра, и более, с толщиной два миллиметра, более четырех миллиметров. Ну вот, несколько исследований. Сегодня, конечно, мы на них так уже смотрим с улыбкой и по количеству включенных пациентов, но тем не менее, эти исследования демонстрировали, что интерферон снижает и частоту рецидива, и снижает смертность. Вот один из примеров французского исследования, второе исследование, которое проводилось в Австрии, и оба они говорили о том, что при ранних формах меланомы адювантная терапия интерфероном действительно улучшает результаты терапии. Но, наверное, все-таки на такой наибольший вклад в наше понимание того, когда интерферон работает, это был дополнительный анализ, который был проведен по результатам двух очень крупных исследований, и ОРТС, со средними дозами интерферона и с пигелированной формой интерферона. Вот здесь авторам впервые удалось показать или выделить, или ограничить тот круг пациентов, которые могут от терапии интерферонами выглядеть. А это пациенты с изъязвленной первичной опухолью, и это пациенты с микрометастазами в региональной лимфоузуи. Если мы посмотрим на прибавку и безрецидивной выживаемости, и выживаемости без отдаленных метастазов, и общей выживаемости, мы видим, что интерферон действительно на статистически значимом уровне все эти показатели улучшал. Конечно, сегодня, наверное, для пациентов с региональными метастазами, с моей точки зрения, мы имеем более яркие показатели эффективности с использованием антипедиантител. И интерферон не должен рассматриваться стандартом терапии для этой категории пациентов. Ну и еще одно мне хотелось бы такое косвенное свидетельство эффективности интерферона продемонстрировать. Мы все помним вот это исследование. Это было первое исследование с эпилемумабом, которое продемонстрировало у пациентов с третьей стадией увеличение и безрецидивной, и общей выживаемости. Ни у кого не вызывало сомнений эффективность эпилемумаба. Проблема была в том, что достаточно высокая токсичность и высокая цена, я имею в виду в плане переносимости, поэтому распространение именно этот подход не получил. Но вот дальше эпилемумаб сравнивался, сравнивались разные дозы эпилемумаба, и в качестве сравнения использовался интерферон. Вот посмотрите, вот это исследование, где была попытка снижения дозы эпилемумаба с 10 до 3 мг, и первые результаты показали, что действительно 3 мг лучше переносятся, чем 10, без особых различий в безрецидивной выживаемости. А вот когда были представлены позднее уже результаты сравнения с интерферонами, то оказалось очень интересно, что в группе эпилемумаба, причем в высоких дозах эпилемумаба, не было достигнуто статистически значимых различий между высокими дозами интерферона ни в безрецидивной выживаемости, ни в общей выживаемости. Была лишь отмечена тенденция, что еще раз подтверждает, что интерферон все-таки работающий препарат. Сегодня пока, еще раз хочу повторить, для пациентов с локальной меланомой, изъязвленной меланомой, это единственная опция. Будет ли что-то новое? Я без сомнения уверена, что те исследования, которые идут сегодня в одевантной терапии, вы видите, что вектор наконец-то сместился в сторону более ранних форм. И исследования с пембролизумабом, и исследования с ниволумабом сегодня включают пациентов с меланомой кожи второй стадии, второй В и второй С стадии. Таким образом, еще раз повторю, что на сегодня пока для этих подстадий интерферон является единственной возможной опцией. Другими это наблюдение или участие в клинических исследованиях. Еще один камень в сторону интерферона – плохая переносимость. Да, когда мы говорим о использовании интерферона в высоких дозах, мы действительно видим достаточно высокую частоту и печеночной токсичности, и ухудшения общего состояния пациентов. Но если говорить о низких дозах, а именно низкие дозы включены в наши сегодняшние рекомендации, то переносимость вполне удовлетворительная. Ну и таким образом, разрешите мне закончить. Я считаю, что на сегодняшний день мы можем использовать интерферон как опцию, естественно, обсуждая с пациентами риски и преимущества этой терапии. Благодарю за внимание.